Храмы Русской Церкви во множестве посвящены благоверному великому князю Александру Невскому. Да и не только у нас, но и в Болгарии, Грузии, Дании, Словакии, Франции, Эстонии и других странах. Имя этого великого человека прославлено в веках, свято оно в нашем народе и поныне. Недаром в 2008 году по итогам телепроекта «Имя России» оно стало победителем. В следующем году наша церковь, наша страна будет отмечать славный юбилей – 800-летие со дня рождения благоверного князя Александра Невского. Предполагается, что главные празднования пройдут 12 сентября 2021 года в Александра Невской лавре Санкт-Петербурга в день перенесения мощей святого князя, а 6 декабря празднуется его кончина. Эти две даты и станут центром торжеств. Накануне в Москве состоялось совещание по подготовке и проведению юбилейных мероприятий. В 2014 году президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2021 году 800-летие со дня рождения святого князя Александра Невского. С тех пор идет планомерная подготовка к торжеству. Текущие вопросы обсуждались накануне в Москве. Святейший патриарх Кирилл обратился к участникам заседания со вступительным словом. Александр Невский – это удивительное сочетание государственного мужа, патриота, человека, беззаветно любившего свой народ и свою страну, и, можно сказать, жизнь свою положившей за родину. Имя святого стало одним из символов не просто России, а символов нашей русской цивилизации. Считаю, что организовать празднование на самом высоком уровне – это наш долг, это наша обязанность, это то, чем можем почтить сегодня мы, люди 21 века, великого государственного деятеля, воина, дипломата и святого подвижника, человека, действительно отдавшего свою жизнь во имя Отечества и веры. На юбилейный год запланировано более 780 мероприятий, в числе которых научно-богословские конференции, открытые уроки и образовательные чтения, спортивные соревнования и турниры, разнообразные концерты, выставки, конкурсы детских рисунков, фестивали колокольных звонов, хоровых коллективов, праздничные богослужения и крестные ходы в храмах и монастырях во всех епархиях Русской Церкви. Было много в истории нашего Отечества выдающихся государственных деятелей, царей, полководцев, деятельность которых была направлена на спасение Отечества, особенно во время военных действий. И чаще всего было понимание того, что нужно защитить страну, защитить границы. А вот Александр Невский, вступив в борьбу с рыцарями ливонскими, он осознавал, что эта борьба не просто за материальные ценности. Ведь в то же самое время татаро-монгольское нашествие и татаро-монгольская оккупация имела место. И Александр Невский ездил в борьбу и привозил дань, но не вступал в открытый военный конфликт с татарами. А почему? Потому что он ясно понимал, что татарам был нужен наш кошелек. А вот этим ливонским воинам, которые выступали с запада, нужна была наша душа. И вот он именно здесь, на этом западном фронте, вступил в борьбу с иноземными захватчиками, с полным пониманием того, что он борется не только за землю, не только за свое княжество, он борется за душу русского народа. Святейший Патриарх выразил надежду, что несмотря на нынешнюю непростую ситуацию, связанную с распространением инфекций, масштабные проекты государства и церкви будут претворены в жизнь. О ходе подготовки юбилейных торжеств рассказал Дмитрий Николаевич Чернышенко, заместитель председателя правительства России и председатель Государственного оргкомитета празднований. По его словам, утвержден план из мероприятий, насчитывающий 135 образовательных, просветительных и выставочных проектов, предусматривающие создание новых туристических маршрутов, проведение научных конференций, исторических и литературных конкурсов, реконструкций и другие мероприятия.